МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, друзья! Это видео для канала Tactical Plus Аварийный запас за бесценок и выживание с ним Ну, я, честно говоря, всегда к такого рода всяким выживальческим темам отношусь С улыбкой и даже с самоиронией Потому что, в общем-то, сам люблю поиграть в эту игру В качестве какой-то игры, в качестве такой заманухи Почему бы нет? Почему бы нет? И так у нас в жизни сейчас очень мало каких-то приключений Очень мало каких-то ярких моментов Приключений, в принципе, много, но все они, к сожалению, другого характера Так что сегодня у нас аварийный запас выживания На случай полной погибели на земле Когда вам предстоит выжить в полностью враждебной для вас среде Нет ни супермаркетов, ни почтовых отделений И даже, возможно, мобильной связи Вы один в этом мире Собственно, так, как жили все наши предки буквально еще два поколения назад Концепция моего аварийного запаса в том, что это, по сути, мусор Это всякий хлам, который я просто тупо собрал дома Буквально за полчаса до выхода вот сюда в лес То есть я даже считать не буду, сколько это все стоит Это будет стоить явно меньше, чем в условиях конкурса Поехали! Сам контейнер Это коробка от спортпита Спортпит вы выжрали, коробку Кто-то выбрасывает, кто-то под какие-то сыпучие смеси оставляет Что у нас там внутри? Ну, конечно же, пакет В моем случае это два пакета Один большой, один маленький Да и вообще хочу сказать, что обычный пакет Ну, качественный, не дырявый Используется в Аудоре по самым разным поводам Я и грибы в пакете переношу Бывает рыбу, бывает березовый сок в него собираешь Как бы это ни было смешно Запасные носки Кто хоть раз бывал с ночевкой на рыбалке Или выходил в поход и промачивал ноги в первый же день Ходил с мокрыми носками Тот понимает, что, в общем-то, сухие носки Вечерком одеть это просто большое дело В носке у меня коробочка Со всякими штуками для розжига Сухой спирт, спички Обернутые ватой и залитые воском И ватные диски, с одной стороны, тоже залиты воском Так называемые растопки Следующее Обрезок от боксерского бинта Бинта в моем случае он тянущийся То есть используют можно как угодно Скорее всего, как эластичный бинт При травмах, при растяжениях Бахилы Опять же, найдены дома Среди медицинского хлама Лишь ваша фантазия ограничивает использование бахил И еще чуть-чуть по медицине Разные лейкопластыри В общем-то, очень полезная штука И даже вот мне, не страдая каким-то супер выживанием Каждый день, лейкопластырь нужен постоянно Неожиданная тема в моей коробке Это игла и нить для зашивания ран В принципе, стоит она немало Кто-то упрекнет, что это дорого И относительно сложно найти Но у меня это осталось Когда моя жена рожала нашего сына Вот в числе того коррупционного пакета, что надо было собрать Было несколько наборов для зашивания Естественно, все, что не использовалось Я как опытный бушкрафтер потащил домой Конечно, это полезно только тем, кто хоть какое-то понятие о медицине имеет Обрезок наждачной бумаги Объяснять не буду, зачем он нужен Где ни попадя, он может пригодиться Разломанная старая кассетная видеокамера И от нее вот такое увеличительное стекло Опять же, ваша фантазия и смекалка подскажет вам, что с этим делать Начиная от вытаскивания за нос Заканчивая распаливанием костра Лезвие Может хорошо сработать в комплекте с иглами и нитью для зашивания ран Это понятно, спички Если контейнер влагу не пропускает То спички, в принципе, долго не отсыреют Медная проволока Использовать можно где угодно и как угодно Старая зубная щетка, ее обломанная часть Естественно, целевое назначение ее это чистить зубы И в условиях аудора, если у вас нет щетки То всякие жевания трав, размоченные веточки Это все полумеры Качественно зубы этим не почистить У кого проблемы с зубами Тому, в принципе, это может быть очень актуально Набор для рыболовства Я как заядлый очень рыболов Не мог не положить это в свой набор Здесь один крючок Старый, настолько крупный, что я такими уже много лет не пользуюсь И моток толстой лески Небольшой, хватит там на 2-3 снасти В принципе, этого хватит, чтобы поймать рыбу в водоеме, если она там есть Все остальное можно легко сделать с подручных средств И удилища, и поплавок, и грузила Но без нормальной лески и крючка может это очень сильно осложниться Гвоздь, крупный гвоздь Нашел его по дороге, пока шел сюда Вытащил из дерева, какие-то быки вбили Опять же, использовать его можно как угодно Скрепление каких-то деревянных брусов Либо вплоть до изготовления остроги для охоты на рыбу Весной, даже сейчас, в современном мире Люди ловят рыбу острогой и вполне успешно Маленькое мыло с какого-то отеля Опять же, помыть руки, чистота И какая-то минимальная гигиена в условиях похода В условиях леса, аудора В принципе, до какой-то степени важная Простой карандаш От таких дедовских сигнализаторов поклевки Два колокольчика Звенят очень звонко, будучи подвешенными Использовать можно как сигнализатор для вашего лагеря В незнакомом месте, либо в месте, где обитают какие-то дикие звери Установить минимальную такую сигнализацию Вокруг вашего лагеря, вашей ночевки В принципе, будет не лишнее Возможно, практического какого-то соображения в этом мало Но такое успокоение, чтобы вы спокойнее спали и крепче В принципе, это имеет смысл Обычный такой хозяйственный карабин Почти ничего не стоит Валяется в инструментах Старый катафот из мусора Ну, опять же, какой-то сигнализатор Для чего-то может быть использован Булавка Тоже рассказывать не буду Для чего она может пригодиться Итак, остались несколько интересных предметов Ржавый капкан на некрупное животное Наверное, он, конечно же, что-либо стоит Я его нашел на одной из рыбалок Естественно, я очень негативно отношусь к капканной охоте Особенно в реалиях современного мира Когда для пропитания вам просто не требуется убивать животное Ну, раз уж мы играем в такую игру Как выживание, бушкрафт и аварийный запас То представим, что мы оказались в условиях Когда вы и животное, в принципе, равны Либо вы накормили семью Либо животное вами накормило свою семью Тогда капкан, в общем-то, может вам пригодиться Следующее Обычный чупа-чупс Какого-то такого применения в плане пропитания Конечно же, я на него не возлагаю Но я считаю очень важным Какие-то позитивные эмоции На природе, в походе И вообще в любой какой-то сложной ситуации Так вот, представим Вы видите ядерный грипп на горизонте Зомби в форме полицейского Доедает вам ноги У вас настроение на нуле И вот вы нащупываете у себя в кармане Старый, добрый, сладкий чупа-чупс И волна приятного настроения Сразу поднимается в вашем теле И вам приходит в голову какая-то очень прикольная и неожиданная идея Как же выбраться с этой, казалось бы, безвыходной ситуацией Следующий И возможно то, что единственное здесь стоит денег Это Виктори Нокс В моем случае это старый, погрызанный собакой Виктори Нокс Да, это наверное единственное, что из этого Дома есть не у каждого И стоит каких-то денег Но на всяких барахолках БУшный Виктори Нокс явно не выйдет за бюджет И его может себе позволить практически каждый человек Ну, по большому счету, если так серьезно То в принципе ничего из того, что я показывал Могло бы и не быть Но Виктори Нокс очень упростит вам жизнь в любой ситуации Пусть это будет лесное выживание Пусть это будет город, какой-то мегаполис В любой ситуации, в любом месте Виктори Нокс с каким-то минимальным набором инструментов Не даст вам заскучать Ну и последний предмет в моем НАЗе Это флешка Флешка с адаптером Флешка уже такого формата Которая практически нигде не используется Тоже болталась у меня в мусоре Выбросить жалко Использовать негде Один гигабайт памяти На флешку я поместил три книги Очистка и добыча воды Лекарственные ядовитые растения Первая медицинская помощь По-моему, вот такие три книги В формате там PDF И четвертый Это видео с моей семьей Наверное, если бы я оказался в такой ситуации Когда все пропало И мне действительно настолько понадобился этот аварийный набор Что я прям вынужден им пользоваться Наверное, первое и последнее Что я хотел бы держать в памяти Это память о моей семье Ничто бы так не придавало мне импульса К действиям Как воспоминания о своей жене И своем ребенке Ну вот, наша игра в выживание на сегодня закончилась Весь наш сиротский набор И главное, по результатам всего этого Я хочу вам сказать Что ни один набор, ни один предмет Не поможет вам где-либо выжить Не поможет вам решить какие-либо проблемы Если у вас нет врожденной наблюдательности Врожденной смекалки И способности развивать в себе хорошее настроение В любом месте, в любое время Только эти три характеристики вашего характера Помогут вам выбраться с любой ситуации Наблюдательность, смекалка и позитив Хорошее настроение Все остальное, не более чем предметы Бездушные, безногие, безрукие Они лишь то, что вы можете с ними сделать Все, до свидания Ох, друзья, если нам когда-нибудь и придется выживать На этой земле То причина этому будет примерно вот такая Наше жлобство и недальновидность Мы, наверное, утонем в смраде В собственном мусоре И в собственных амбициях Война, мусор И поголовная тяга к утилизации всего, что есть вокруг Вот что, скорее всего, нас погубит Вот кто по-настоящему выживает Делает это настолько органично с природой И уже на протяжении такого длительного времени Что нам, всяким выживальщикам, надо только поучиться Субтитры делал DimaTorzok